Ну что же, дорогие друзья, всем добрый вечер. Мы продолжаем следить за D2CL, седьмой сезон. Ну и теперь поменялось немножко пара комментаторов. Меня зовут Герман Громов, со мной InMate. Ну и мы готовы прокомментировать для вас сегодня последнее Best of 3 противостания. Это WinStrike Gaming, соответственно, против команды Eevee. Eevee уже, так скажем, небезызвестный коллектив. То есть контекст известности этой команды, он, конечно, для кого-то веселый, для кого-то нет. Но это единственная команда за последнее время, которая умудрилась проиграть команде Bait. Интересно посмотреть, что их ждет против команды WinStrike. WinStrike, в принципе, неплохо себя показывали на протяжении 2-го дивизиона регулярки. Но сейчас, опять же, у команды, возможно, какие-то там есть перипетии, спады, может быть, не знаю. Но есть инсайт-информация о том, что вроде как пацаны собираются на буткемп и будут подтягивать свою игру именно там. Ну, как ты сказать, инсайт-информация об этом везде написана, где только можно было. Что вот как только, так сразу на буткемп, вот второй цикл DPC и будут стараться потеть, решать вопросы. Ну, окей, да, это не инсайт. Ну, все, пацаны, теперь и вы тоже в курсе. Все, все про это в курсе. Даже те, кому не надо знать, все равно все в курсе. Все, потому что смотрят ТикТоке до хака. И, как правило, до хака везде во всем вещах. Возможно, возможно. Ты, наверное, единственный, кто не смотрит ТикТок до хака. Я просто не смотрю ТикТок. Это как мы сидели недавно на одном турнире у нас в студии. Приходил Рамзес вместе с Куманом. И Куман тоже говорит, я никогда не смотрел ТикТок. Но вот опять же появился ТикТок до хака и теперь смотрят только его. Ладно, дорогие друзья, выходим на драфты. У нас опенер в виде Вивера и Кунки, ну и Spirit Breaker Grimstroke. Все по классике жанра. Я думаю, здесь ничего нового ожидать мы с вами не будем. Я, честно, жду даже не то, что конца драфта, я жду коэффициентов, потому что на эту серию. По мне тут, знаешь, вполне вероятен момент с 10 на 0, вот это вот и прочее. Я думаю, знаешь, что это будет порядка типа там, ну, изначально 4, там, 4,5-5 против там 1,2-1, 3. А потом уже дойдет до 7, 1-1 и так далее. Ну, в примеру, мы уже видим. То есть вопрос в том, чем нас сегодня будут команды радоваться, потому что приятный бонус, как говорится, команда до хака, что они берут зачастую, знаешь, не фулл нету. То есть не пять героев, которые там самые популярные у всех везде и зачастую там в дужечении играют, да. То есть Джеки Росу любит Суаппет, 1-3 и все прочее. С командой, которая не идет по какому-то вот фу-фу-фу базовому набору героев, а реально вот у них есть какое-то свое видение. И зачастую именно, знаешь, типа не драфт, не мы сильных героев набираем, а берем стратегию, которая победит. Да, ну вот опять же убрали визажа того самого визажа, которым любят играть команда Минстракт. Ну, появляется Герокоптер, кстати. Ну, не самый, так скажем, популярный герой в современной мете, но, тем не менее, имеет свою очень... Слушай, судя по тому, что у них закрывающий драфт, я тебе хочу сказать, что, скорее всего, это Баррет Рим, будет с Гримом четверка, и Гира это пятерка для этого самого, для Санэйка. Я так думаю, но, опять же, поскольку у них закрывающий, они всегда будут передумать и оставить Гира чекерия. Кстати, там сразу респект Банзе летел от Иви, типа, ну, Джекки Росик для Санэйча, это, конечно, лютая имба, и играть против него не самая приятная затея, понятное дело. Ну, не знаю, Абаддона сейчас, кстати, тоже славится на позицию 5, почему нет? Ну, опять же, здесь Герокоптер, да, скорее всего. Я допускаю, что, ну, то есть, они, очевидно, посмотрят, подумают, но это опция, которая может быть использована, да, ну, то есть, некоторые команды это любят, берут, делают. Ну, окей, посмотрим. Чем ответит команда Иви прямо сейчас? Там, кстати, ну, по банам, помимо Джекки Роса, там еще и Разор имеется, также Квапа и Инвокер. Визаж еще вот, да, забыл. Да, ну, Визаж, это всегда хороший герой для бана против этой команды, но, видишь, типа, вот они несколько раз его взяли, не все разы выиграли, и все равно, то есть, стандартный респект банам залетает, открывает возможность взять какого-то другого героя, потому что обычно, ну, знаешь, там, типа, каждую игру, там, условно, убираем вивера, а в этой линии убираем вивера, потому что надо забать Визажа. И это довольно прикольно. Ну, это против Братрума, говорят, хороший герой. Ну, только говорят, на самом деле, Венрейт не сверхвысокий, поэтому, то есть, просто бредный персонаж. Обычно я люблю что-то у демона, когда ты видишь какого-то персонажа, которого ты прямо закрываешь, знаешь, там, он берется на перканте. Луна, я не знаю, там, ТБ, и ты просто бах, ну, в иллюзии, вот у тебя сильный персонаж из ниоткуда для твоего команды появился. Ну, что, Д4, судя по всему, то, что Вивер вроде как на пятерку напрашивает. Я думаю, они сейчас послапают, и так, и так можно сделать. Я бы на их месте просто, опять же, не спешил, потому что все зависит от того, то есть, почти, наверное, нормальная тема, это какого-то героя, братец, который комбинирует со спрятанным героем. Ты, допустим, вот, Святол, Кунг, Далторен, попал гарантированно, это прикольно. Если вот взять, то есть, можно какого-то герезать, который тоже будет синергировать хорошо, можно какой-то по тому, там, знаешь, условно набрать, сделать вивера керри, поорать с противника. Ну, кстати, пока что и с одной, и с другой стороны, а три пика героев, и все три абсолютно флексибл. Да, да, куда угодно ставь, ну вот, еще видишь, панга появляется, и теперь непонятно, потому что тавер дэмэджа, ну, у тебя, видимо, да, Кунг, там, мид, панга, три, например, что-нибудь такое. Эти два героя, которые по ТВ-рам не бьют, в драках по БКБ ничего не делают, то есть, очень односторонний получается драфт, вот, на какую-то такую полураннюю доминацию, где нужно зайти и прямо сейчас что-то сделать. Потому что, если, например, две-три драки, тебе просто тяжело будет даже свою часть карт держать. Простейник просто ее займет и будет на полном расслабоне переформировать тебя, там, до следующего Рошана, условно, и закончить игру потом. Ну, плюс пак в центр, ну, и остался, я думаю, что герой для Дахака ласпиком, посмотрит, что будет у противника, определяться, потому что я допускаю, опять же, панга-3, кунг-2, то есть, тоже не хватает карри-героя, возьмут какого-то ТВ, например, и посмотрят на него, ребята, из Винстрайка, скажут, типа, окей, или там, я не знаю, какого-нибудь Войда возьмут, чисто поорадь. И ГГВП. Да, здесь, понятное дело, что Минстрак целиком и полностью фаворит этой встречи, ну, вот вопрос, в том, здесь, может быть, как-то Иви удивят, не знаю, я, честно говоря, этот коллектив в деле не видел, но всем известная встреча не так давно с командой Бейт, вроде заставляет тебя быть уверенным в том, что команда Иви здесь не фаворит, как минимум. А может быть, еще и тотальный аутсайдер в данной встрече. Посмотрим, да, ну, слушай, тут никогда не угадаешь, все-таки СНГ, там, команда, которая, типа, не сверхмного где светилась, они могут чем-то удивить. Кстати, крутой бан той же Уорсы прямо сейчас, потому что вроде как он тоже здесь смотрелся неплохо. Я думаю, они просто выключают героев, которые потенциально под гримом хорошо ложатся потом по игре или на линии, чтобы продушки лишней не было. То есть, выбирают те героев, которые, возможно, продушили бы как-то Пангалера на линии, опять же, тут дизарм, который у тебя сильно встроен, и не так против Уорселя очень круто работает, и заставится резистанса. Минус МК еще, тоже хороший бан, ну и последний бан уже от команды Винстрайк, и дальше пик-пик, соответственно, посмотрим, кто у нас пойдет в корр позицию Уиви, ну и Уинстрайк, соответственно. Все так же, есть опция Гирокоптера, в принципе, на позицию 1 выдвинуть, почему бы и нет. Ну, я думаю, вряд ли, да, в современном месте Гирокоптера, ну, не слишком приятно. Не самый лучший, да, герой для этой позиции, но, опять же, никто не запрещает этого сделать здесь, сейчас, и это вполне может работать. Любой герой может работать, вопрос в том, что ты под него придумаешь. То есть, если ты, например, берешь фаст пуш какую-то стратегию, сидишь 20 минут фармишь, но так ничего не будет работать. То есть, надо придумать просто как-то правильно использовать, и вот... Сейчас последние баны проехали, еще в Минус Войт Спирит, и теперь ждем просто того, как они расплетают последнюю стадию. Я думаю, что здесь какой-то кэрри, какой-нибудь, я не знаю, там базовый брыскинг появится сверху, посмотрят на него, ребята, ну, там, не знаю, базовый ТБ же. Все-таки у них есть ШД, то есть, можно себе взять иллюзиониста сильного, чтобы из него делать дизрапшеном иллюзии. Морф, луна, что там у нас есть такого прикольного? Медуза, если не в бане, вроде не в бане, то есть, медузу можно взять. Она говорит, хороший герой. Ну, в итоге, в итоге, Бэтрайдер, то есть, Бэтрайдер, значит, клунг и кэрри, значит, вообще ничего нет. И открывается много опций для того, чтобы его законтрить, и вообще всех их законтрить. Давай, например, Ластилера возьмем. Шикарность я чувствую против каждого из этих героев. Опять же, Войт, да, против Бэтрайдера с таймдилейшем, просто бимба. Ну, обращайся. Я всегда знал, что ты гений, возможно, и непризнанный, но ты гений. Ну, это, действительно, да, Войт для Дахака. Ну, слушай, потенциально по пику, опять же, да, с высоты своего полета скажется, что это 1-0 для Винстрайка. Да, в глубокий лайт выходим. Вообще на изи закрываем игру. Если хешовые стеймлинии, выиграем в мидгейме. Если можно выиграть попозже, можно выиграть пораньше, поэтому... Выглядит так, как будто бы не все хорошо, поэтому давай, может, потихоньку реально кайфы глянем. Да, да, сейчас будем смотреть. Вот, ну, опять же, хотелось бы сказать, да, что все-таки у команды Винстрайк здесь никакого, так скажем, давления нет. О, 11 на команду Иви от наших друзей Винлайн, да, и 1-0-2 на команду Винстрайк. Вот, это на целый матч. После драфта я бы тоже сказал, что шансов маловато, конечно, у Иви. Ну, тяжело, тяжело, то есть, тебе реально надо прийти и выиграть линии непонятно как, непонятно чем, потому что никакая линия твоими персонажами не закрывается в хлам, как она иногда бывает, да, ты берешь, допустим, я не знаю, там. То есть, вообще нет идеи какой-то линии, которая прямо продушить может что-то, что пригарантированно всех убивает какую-то вот такую. Ну, причем, мне кажется, у Иви есть, знаешь, вот один шанс из 10, когда вот, из 11, точнее, когда ты просто идешь и сноуболишь. У тебя выиграны хотя бы там две линии, и ты просто идешь и сноуболишь. Просто ты, я говорю, допустим, приходишь, не знаю, там, Топларк против Семки в мид, думаешь, как это вообще получилось, легко ее выигрываешь, перефармиваешь и там покупаешь БКБ, выигрываешь игру. Там понятно, как это работает и шанс был бы. А здесь у тебя не те герои, чтобы вот просто прийти, просто выиграть линии. Если битрайдер есть лимит, у тебя там пак стоит, то есть пак хороший, герой битрайдера. Если у тебя рассматривать вариант сложной линии, да, то есть, допустим, Панга плюс ШД, герой без хорошего урона, без хорошего стайкинга между собой, против Вайда, который вообще, то есть, вот ты у него нажал клавиш, он прыгнул. То есть, нет дэмэджа, нет возможности носить урон и так далее. То есть, у тебя постоянно вот эта вот проблема будет возникать с тем, что противник что-то взял, но у тебя нет гарантированной закрывашки. То есть, проблема мог быть только с Кункой, если он реально там будет хорошо играть со своим Тедбрингером. Ну, опять же, да, для Кунки здесь вроде как и Аганим смотрится, очень даже неплохо, потому что Вайда, на самом деле. В драке в массу. Когда-нибудь, только-то ничего не можно делать в куполе, поэтому надо что-то с этим придумывать. У них есть под сейфи, опять же, в виде ШД, под сейфи в виде Вивера, но первый работает рано, второй работает поздно и... Ну, не с таком, а между собой персонажи, то есть, тяжело играть в доту. Все будет здесь от бетрайдера, как он писает свою линию и потом, типа, сможет ли он с паком показать какую-то хорошую в доту. Так, ну, у нас команда Минстрак Задар начинает, и тут уже Дахак пошел руну забирать вражескую. Ну, посмотрим. Пока что здесь пацаны контролят. Нотис вместе с Форс-Мажором готовы еще на руну на воде забрать. Ну, кстати, по идее, может быть 3-1 по руну в пользу Минстрак, если, конечно, Дахак ту руну заберет, а там против него сейчас Пангольер как раз. Сейчас посмотрим, а не допустить. Ну, в итоге, да, это 3-1 по руну будет, в своем лесу еще Минстрак заберут, но в итоге Дахака здесь гонит, чуть почует. У него есть Феррик. Опять же, не тот герой, который от этого сильно поставит. То есть, да, придет, не фуловый, но у противников, опять же, нет двух нюков, чтобы прийти тебя убить на первом уровне. Тем более, да, у нас, как я понял, ШД это все-таки пятерка, Вивер это четверка. То есть, раньше будет Аганим, но чуть слабее будет ШД. Так, ну, поехали, поехали, дорогие друзья. Линия для Дахака по логике вещей быть суперсложной не должна. Да, Вивер, конечно, на втором левеле бывает доставляет себе некоторые неудобства, но здесь, конечно, с ракеткой Санэйдж будет тоже, так скажем, не самым приятным лейнером для команды Ивин, но посмотрим. В принципе, Бангольер, кстати, против Вайдата неплохо, в целом стоит. Вопрос в том, что насколько хорошо отстоит именно этот Бангиш, да, потому что вот по Крепстату, главное здесь не просесть, а Дахак, это эти проблемы устроить можно. Так, слушай, ты в любую секунду просто в сестраурне можешь стукнуть от обнилэйшн, типа входил с вашбаком Крепаранжа забрать, нажал прыжочек, что-нибудь, тебе раз, там делаешь, ну и все. То есть, нет, а ты не можешь, не можешь, ничего не можешь. Плюс Тузгиро, это очень душный персонаж, как саппорт, особенно начиная с уровня 3-го и с Шардом, с 20-й. Ну, ну, здесь опять же, да, Гримстрокс с Братрумом тоже тут вроде Кунг, там, очень плотный персонаж, но на линии ему тоже неприятно. Сейчас, в принципе, да, вот такие герои, которые регулярно нюками спамят, это вообще же супернеприятно. Там ты из тебя выбивает постоянные ресурсы, но войд в этом плане несколько более стрессоустойчив, да, потому что есть там волк, и ты просто банально при полученном уровне можешь там восполнить себе на здоровье, не тратить там, соответственно, все ресурсы, там, фласки, тангусы и так далее. А вот тут же Кунг регулярно может проседать. Хотя, с другой стороны, есть Крест ТП. То есть, в любом случае, ну, Крест ТП есть, да, ну, так же Крест на Кунге сейчас. В целом, можно не давать Крест, просто делать ТП, потому что, если он еще и на базу потом держится. Так, не давать Крест, когда можно просто дать ТП. Типа того, да, сэкономил, установил все ресурсы, да, заработал его саппорт XP, взял уже Level 2. Будем искать положительный момент во всем этом деле, хоть их и не очень много. Ну, так вот, под Disruption, под Torrent попытаются убедить, конечно, у Баратрума несколько прохарасить, но слишком плотный тоже Баратрум, поэтому ему здесь это не особо не страшно. Через Ингсвелла первый играет у нас форс-мажор, но посмотрим, что на центральной линии у пака 13-2-10-3 у Бэтрайдера. Там 10 стаков на этом бедном паке. Ну, опять же, пак, к сожалению, не тот герой, которого ты этим сильно напрягаешь. То есть есть, опять же, персонажи, которые приходишь на линию, и вот Бэт там на третьем уровне, допустим, так, саппалу, три накинул, что-то кинул в тебя бочек, ты, типа, умер. Даже без фаерфлая. То есть есть с фаерфлая, он залетел, типа, убил. Есть кто страдает. Пак не тот герой, который страдает. То есть есть здесь он на фейд, но это прямо нонсенс будет. Саларл должен эту линию просто высаливать. Забирать пачки с линии, забирать пачку с леса, фармить шестой и двигаться по карте. Представляешь здесь медового сайленсера какого-нибудь для патрайдера? Вообще, такая гобыла была бы для патрайдера. Ну, не знаю, нет, как раз таки сайленсер может и поднапринуть, подстрелиться. Ну, мне кажется, знаешь, при прочих равных переменах, если ты где-то в одном моменте ошибся, то 100% враг либо для одного, либо для второго. Ну да, то есть это же не очень хорошо. Ну, в целом, да, кстати. То есть зачем брать что-то, что может нафить, а если можно взять что-то, что не нафить, но убьет противника? Логично. Так оно и работает в доте. Так, у нас пока что первое место панатвора занимает Брат Румыч, 1800 голды. Дальше идет, соответственно, пак плюс бэтрайдер, ну и кулка 1650 голды, все, в принципе, нормально. Дахак левел 3, грейжные стики, носочек, ну и опять же, здесь на самом деле могут очень сильно задавить товарища из команды Иви. Ну, как-то слишком нагло играет Бангольер, крипы отошли от линии, сейчас получит пару лишних орехов от Тавара, но Санэйч дальше пытается его прогнать. Так, ну снизу что у нас? Брат Рум, в принципе, как ни посмотрим, всегда до 50-60% хп, и в принципе, ты ему ничего не хочешь делать на линии. То есть ли кунка... Кунка, наверное, может, но опять же, ты вот видишь крипа, подошел, ударил, дальше стоишь, отдыхаешь. Здесь даешь крест, чтобы дать торрент, в тебя разгон, то есть сбивает тайминг, и тоже некайфово. Ну, конечно, есть свои проблемы, но пока они, знаешь, типа вот стоят, стоят, ну типа ок. Могло быть все куда хуже, чем то, что сейчас пока происходит. Ну, Вивер здесь, в принципе, особо тоже не страдает, да, пытается Санэйчу ракетками спамить, но Вивер человек такой, который с ресурсами на линии практически всегда, поэтому... Санэйч просто здесь будет, так скажем, секьюрить до хак, и линия, мне кажется, без каких-либо эксцессов пройдет. Тогда берешь шестой, и если что, будет вот там, опять же, там, маску взял, ушел условно в лес, и нормально себя чувствует. Его задача просто выйти в лейт, то есть собрать любые статы, которые помогают фармить, собрать вещей, и двигаться к победе вперед с песней. Так, и очередная ракетка полетела у Вивера. Опа. Не, ну ракетки, на самом деле, вообще неприятные, супер неприятные. Здесь у тебя еще и при этом БТА Драссову, знаешь, ракетку убить не хочет. Панга, Кунга, Миришники, они ракету особо убить не хотят, то есть, какому это заниматься, ШД? Очень тяжелый... Просто прятать. Очень тяжелый сетап для того, чтобы именно вот... Ну, опять же, спрятанный союзник не дамажит. К сожалению. Так, сетал у нас с нападением в итоге, да, Пак погибает. Это Бэтрайдер тоже погиб. Да, но Бэтрайдер погиб первый, к сожалению, для него, поэтому он не получил, да, хороших, приятных бонусов за то, что он здесь сделал. Но, знаешь, хотя бы что, да, то есть, два героя перетянулось с нижней линии и вышли, типа, в размен, поэтому можно сказать, что Бэтрайдер молодец. Опять же, да, у нас Апак, подожди, тоже без экспресса остался, то есть, он просто погиб. Нет, нет, но он умер позже, то есть, он получил за Бэтрайдера, а потом... Уже, но Бэтрайдера теперь в 80 секунд лассо нет, это прекрасно знает команда Винстрайк, поэтому где-то можно чуть помобильнее теперь на линию побыть, и в целом-то может даже на того же Бэтрайдера как-то еще раз попытаться напасть. Но это плюс один нужно, а сейчас пока что идет такая еще стадия лейдинга, когда ты, в принципе, свои коры, ты не особо-то хочешь оставлять, потому что и четверка с одной стороны никуда не флекса, да, никуда не уходит, поэтому с чего бы тебе куда-то уходить с линией? Оставлять соло там всего Вайда, но я здесь вот накидывает на Дахака, опа, слушай, как неприятно, неприятно. Неприятно, но живет. Но стики там еще есть. Живет, очевидно, не умирает. Даже, даже там гус еще остался. И вот здесь маска уже запланирована для закупки, после ПТ-шки. Здесь очередное убийство, что демон умирает, 4-1. Причем фунт там вообще никак не сэйвит практически тебя, то есть да, ты даешь торрент, но слишком долгая анимация. И инксвелл имеет такой довольно неприятный радиус, поэтому да, Шадо Демон, возможно, будет страдать очень долго. В итоге пак на центре погибает от бэтрайдера, вот о чем и говорилось, да, что все-таки здесь около бэтрайдера должно быть. Не должно быть, но бэтрайдер реально молодец, то есть сделать какие-то правильные вещи, где-то пак, видимо, реально перенаглел с количеством стаков на себе, потому что, ну, не должен он ловить бочку или не должен ловить много стаков на палом, опять же, у него есть чем просто улететь. Возможно, это посыпляет за наглость там по забору этих крипов с какой-нибудь арбы, типа, видишь, что арба нажалась, тут же моментально делает атаку. Ну, позволяет, позволяет команде хотя бы там закрепиться чуть-чуть, то есть потому что бэтрайдер будет условно сильным, это хорошо. Да, пока коэффициент от наших друзей винлайн 5,55 на EV, 1,09 на винстрайк, но это пока что на серию, да-да-да-да. На серии мы помним, там была крепкая 11, но я думаю, что плюс-минус она так и осталась, но если вдруг команда EV заберет первую карту, то это будет нонсенс. Посмотрим, у нас здесь на руне, возможно, будет контакт, и да, у бэтрайдера огромные проблемы, купол ставится, не пожалел, да, хак, этот купол прямо. Да, чтобы не было какого-то подсейва или еще чего-то, то есть такой аккуратный купол, чтобы ты прямо на краю остался, но и драк продолжается. Ой-ёй-ёй-ёй, как же круто пак сейчас ушел в шифт, иначе бы пангольер его в тайминг действительно там бы застанил этим роллем болдера, ну и все, и все. И, скорее всего, пак бы уже отсюда не уходил. Но, тем не менее, разгон на кунку, ну, опять же, да, это разгон просто посередобрации, да, пошуметь немного. Так, бар у нас через фэйзэ сулл ринг, брасюровочек, ну, да, говорю, плотный, 1300 хп практически, а вот грим с рома здесь с огромной вдоль вероятности никуда не уйдет. Соло-фраг для кунки хороший. Армлет уже есть, дальше по логике вещей какие-то фэйзы. Не знаю, БКБ, мне кажется, вот в этой игре кунка вообще не хочет собирать. Я думаю, никакой герой здесь не хочет его собирать, но ты не можешь себе позволить его, наверное, игнорировать тоже. То есть, в этом проблема, то есть, ты его собираешь, это же не то, чтобы вы не ставите землю, а в том, чтобы урон не получать. Потому что там, да, вроде и пятерка, знаешь, гирокоптер, но, опять же, с ультимейта там... Ну, ракету поставил, бараш нажал, у тебя у Вайда мак-урон на башках, то есть, тоже неприятная штука. Угу. Ну, слушай, Иви, чем нравится, что они играют в очень мобильную доту, они понимают, что они в лейте здесь, но тягаться практически не смогут с командами страйк. Поэтому желательно вывести это все хотя бы до минуты сороковой. Но если до сороковой, мне кажется, не закрывает соперник, то по логике вещей здесь все понятно. Мне кажется, им надо, знаешь, не тянуть до сороковой и заканчивать. А надо хотя бы начать вот с простого. Начать ломать вышки, например. Ну, от ауэр дэмэджа нет прогресса. Да, в том-то и существо. Но как вот противника зажать по карте? Как не дать им фармить? И там, бар будет бегать под ШБ, линии толкать у тебя, пак будет бегать в арбе, там вот это все прочее, линии толкать. Ты не можешь загнобить, сломать вышки как-то быстро и все прочее. Все грибы будут умирать. Надо прям в разок спустить их было, они выиграют меньше тысячи по голде, 3-5 по счету, то есть все вообще нехорошо. При этом, насколько бы с ними не был кунка, двое стоит хроной, ты не можешь бить. Так, ну что, у нас здесь кунка под арблетом вроде живет, но жить он будет здесь, конечно, уже недолго, но вот хороший был. Дахак в это время, да, вроде как, знаешь, им не фармил прямо сейчас, но заработал экспы здесь, подфармит уже и нижнюю линию. На топе здесь в полном одиночестве оставили пангольера, но панга-то, конечно, свое рано или поздно все равно вынесет. Вопрос в том, насколько много и будет ли он столь импактабелен, как от него ждут. Но это у вивер, левел 6, урна имеется, но хочется, конечно, здесь урна. Это важно. Урна. Да, да, да. Это важно, да, там падение у нас через хроносферу. Пытается убить вивера, да, захрон не успели, но все равно никого под себя нет, ничего нет, его просто убивают. Ну там Фотом Эмбрейс, да, на нем еще висел. На нем Эмбрейс, на него Бара, на него Ингсвелл, на него Баши просто прокуют, потому что Водит уже с третьего уровня, там, шанс неплохой. Я уверен, что видишь, насколько они не парятся в том плане, что это, ну, просто саппорт, и они просто саппорт оживут все, что есть. Не могу сказать, что они не делают того же самого, но их обилке не равно хроносферы, и вроде их не так жалко. Ну и пока, на самом деле, обратите внимание, первые две строчки на Творкс принадлежат именно Братруму плюс, вот в какую Братруму, Кунке и товарищу Бэтрайдеру. Почему я Бэтрайдер хочу назвать Братруму? Не знаю, это что. Я вот постоянно Марс и Акса путаюсь, но не путаю, а я называю по-разному. Бывает, что ты один снизу будут ломать, да, ты один сверху свое потеряла, команда Винстрайк, но здесь уже кучами пытается дать немножко. Дезориентируется от оппонента, игрок команды Иви, но все, отсюда принято решение уйти. Водит уже с Момчиком, ПТшечка, ну, по логике вещей дальше, не знаю, там, Майл Штормик. БКБ здесь вроде как тоже может быть не лишним, потому что тот же Бангольер тебе очень сильно досаждает в драке. Бог его знает, как под куполом дела там стоять. Хороший выход был здесь, на самом деле, на Бэтика. Ну, он же шлял. Бэтик реагировал, да. Вообще, Аганим здесь вроде как неплохо, на самом деле еще на Бэтрайдера это смотрится. Когда-нибудь, знаешь, мне кажется, это вот тот Аганим, который ты покупаешь с Рошана. Да, 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 и больше не покупаешь его. Типа того, то есть, поэтому... Вот Шарт очень сильный, Шарт и в целом ходишь на 20-е. Это он бочки же, да, то есть? Да, бочки, два заряда и свешить стак на палбу. Очень крутая штука, нереально сильная, но опять же, то есть, это на 20-е и... В данном случае, конкретно, в данном случае, по Адам Драфту, он не настолько сильно западет тебя и твою команду. Ну вот, оппозиционная драка, на самом деле, очень важный здесь момент, потому что вроде как есть у Иви игрок, который это может все дело сломать, да, это, конечно же, тот же Вивер, тот же Пангольер. Но, в целом, если первым номером будет играть команда Винстрайк, особо проблем у них быть не должно. Да, есть Шадо Демо, который из-под купола, но одного, как минимум, подсевить может. И желательно, даже если он спрячет того же Вайдай, никто ничего в купол больше не накинет, потому что он в купол, так же, что ультимейт Санэйчу можно накинуть, вот. Не, ну, Грим что-то делает, Харпак может арбутом кинуть, может шифта влететь. Со словами типа, здорово, бандиты, я с вами потушу. И ведь потушь ты, ничего ты ему не сделаешь. На самом деле, то есть, вот сейчас то, что мы смотрим, вот еще минут пять, да, и командовать, они просто вот фармят пока особо, пока не двигаться. Но когда-то у тебя начнется вот история с тем, что, ну, надо бы забрать ты-два-вышку. Другая команда, ну, наверное, надо бы подефать ты-два-вышку. Первая команда, ну, наверное, надо бы Наршана пойти, вторая команда, надо бы, наверное, Наршана подефать. То есть, когда-то у нас будут файты, где пять на пять будут драться, а не вот эти вот цепляния по одному, которые пока происходят, да, где кто-то когда-то периодически умирает. И из-за того, что пока это просто обмен любезностями особо нет какого-то, вот, ты не видишь, перевеса и все еще чего-то такого, потому что первый файт, он буквально все сразу растет по своим местам. минус 5 до 100 на репейте с другой стороны и уже будет при спине спать на как грабы двигаться что пока вы читать что войдет уходит в лейт это плохо для или здесь разгон на кунку кстати может быть интересно фраг там неподалеку находится еще и пак поэтому поцелу можно было бы забрать но все-таки параторам отменяет разбег и здесь продолжается активная стадия фарминга так ну гримыч дальше по логике вещей какую-нибудь линзу выйдет наверняка почему бы нет портрет здесь вроде как ты не особо он и нужен и скорее всего больше на какие-то да я думаю здесь его шар взять глимирует стандартного формата так что это опять на вера нападение бедня глиер поцелет поцелет это все в стиле порта нажали 4 что так что такая наш аккуратно и особо не напрягались там отменил игрок который куда-то пришлось ну ладно не суть важно у бедрайдера очень скоро будет уже пока б и вот тогда попытается смог вылазки кого-то найти команда и так ну и в итоге довольно быстро должны здесь забирать хотя шатадем грамотный дизрабшин на своего бэтика и в лассо увозить отсюда баратрума ну да братрум до свидания не скомбинировали но опять же имеется хроносферой слишком глубоко давить наверное здесь не с руки командили да не принципе на этом останавливается хорошая работа очень вовремя в позиционке грамотно оказался тот же шат у демон поэтому здесь мизер команды и живет живее всех живых ладно лари в это время с вич-блэйдом уже нормально через нулики боевой пак но здесь все таки все таки здесь нужен будет блин как мне кажется когда-то не укупит на уровне на уровне игры этого самого джеки роста то есть он когда-то все купит начнет у с простого тренинга талисмана вич-блэйд так и здесь если пока ты не очень хочешь как-то по-другому билдаться потому что то что вот они очень сделать это позволите очень комфортно сочувствовать ой ой нормально зарплаты шут за ты куда-то а бара просто до конца убер но это кстати такой тип закидон не стоит его это это саппорт и тройка то есть я не нужно этого делать виды что на этом на расслабоне сидят ребята страйк мне кажется да бара бара даже понимал что его никто уже не поддержит за т2 да 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 пошла фу фокси таких ошибок делать не будешь по-другому это не назвать мне кажется на что надеялся на то что там достаточно урона будет от разгона плюс там горит пацану ладно если два ваших ротных принципе это фигура мрин там бы довольно быстро и команда оказалась за этим смотрим пангольер все еще фармит 9700 на творца у кунки и практически 9000 у вайта на слушать на 1000 отстает пункта у нас и нападение на форс-мажора здесь и как раз таки прилетает еще и битрайдер сюда без нас под от кунки наверно да откуда папку на 1 уходить и все будет хорошо так отдаем грима и вопрос в том кого мы за это забираем слушать но грим там очень долго жил в итоге там может погибнуть команды или на арбе пытается долететь до кунки но кунка здесь уже с блокинг баром а накидывает обращает лари разгон отдать и все будет хорошо что кунка через просто будет вытекать под вечером играть арм летом все правильно нажимать то есть но просто бежит ничего не может два оружия рядышком и сейчас будет тычка не хватило разгон арба все доели и вот получается грима на вивера да где-то заранее плюс кунка два хороших размена плюс варик гиро продушивает ракета летит и долетела капельки были там рейндроп да здесь кто у нас братру не до разогнался и битрайдер убил так у хроносфера до была потрачена то хак но да действительно мало шторм не уже имеется дальше пока бы все прекрасно никита понимает как здесь нужно отыгрывать ну и раша кстати может может принципе заимствовать себя командами страйк хотя наверно без купола это очень и очень опасная вещь на 30 секунд нет битрайдера но поэтому просто лучше здесь по парке в итоге на шаду демона еще будет нападение ой баш 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 и в итоге дохак свой очередной фраг находит закидончик небольшой от шаду демона неприятно для их команды потому что вот первый файт где у тебя типа условно команд на команду начать от захода под т2 и погибший грим он саппорт от него и многого не ждешь и не по деньгам не по вещанию почему кучу денег добавить заработать вина кор герои вот продолжается продушка умирает и пангольер тоже но мне кажется знаешь и команды немного не поняла что нужно делать посту как они воскресятся в какую в какую линию лучше всего уйти от пушек то что вижу на своем лесу там вроде как не очень много там только на клефе стоит у нас об спирс антрак а вот эта внутренняя часть леса вообще здесь в неведении для команды или и вот саней ждать этими ракетками конечно каждый раз тебя дестабилизирует вроде ты понимаешь что это саппорт что это позиция 5 гирокоптер ну блин как он надоедает это просто ужас вот но вот опять же с антриками обставился здесь шадо демона своем лесу так-то нападение нападе ну ладно это фраг на форс-мажоре это не критично по принципе у команды все уже фармит все нормально но в итоге фраг для кунки вот кунка кстати теперь все лишь на 100 голды обгоняет дохака да там плюс ко всему кунка в таверне это все время сидел и плюс никита еще и фраги себя зарабатывать и в любой другой драки вот иди делаешь фокус на кунки чем и делать с бкб не по на c как мы опять же говорили и будем говорить что данном случае нужно что-то видимо другое не хватает силы персонажа выживаемости не хватает немножко и вот ждем следующих рона 22 секунды и вырываемся по полу вещей на самом деле даже вот сделать фраг какой-то под смоками и поставь спокойно можно выходить на рошана но вот опять же не хочет пак давать здесь у тимой свои понимаешь на принципе так и не заберут до вивера отдают и вот теперь действительно рош можно выйти с формами тебя никто не просветить у тебя есть 30 секунд что ты может просветить опять же из бпк я не верю про что тебе это нужно спросили их сам не может пойти на рошана ему нечем его бить если он поэтому в рошад это будет узкий проход для себя это комфортно а так ты за счет мобильного братру мобильного пака просто ходишь по карте разрываешь вот это вот кунка кстати топ-1 нетерс планеты да но он там спалился на вижу не поэтому там триггеры да да и поэтому тебе реально ничего не надо делать просто лови одного второго третьего бтэдра не будет подцеплять что него тоже бкб я думает про чек или понимаешь что его просто нажмет ответ на смог вылазка от команды и но 4 на 5 кажется не за рациональная идея я бы сказал даже 3 на 5 потому что шедево тут типа далековато был в итоге разрывили нашлись однажды шансы бьет дохак панга в кататься но это все в пятерку чё-то чё-то не выгодно мне кажется ворота него даже если они его заберут это реально не очень выгодно не полезный фраг так мы в итоге здесь нападение на пангольера отличный за рамш от шатого демона в позиции войд хроносфера по троим и пангольер здесь очень быстро будет умирать дальше влетает баратрум у нас уже и в бетра и дра отлично солдбайт от грим строка но продолжение драки отмена потому что воскресился кунка и хроносфер это уже нету командами страйк поэтому просто уйти но за чейзи да форс-мажор с огромной вероятности отсюда не уйдет дохак на мужика хочет подраться отдал тайм делейшен но и в итоге здесь форс-мажор под т2 уже конечно с армором тяжеловато его будет пробить дезерапшен на войда войд уходит ну и в итоге здесь еще и вивер подстрянет да так и есть слушай ну вот эта драка не нужна была да ладно еще живет форс-мажор на проживет он правда здесь недолго кунка приходит и погибает на конкурсе собирать района уходить этот кунка не опять же это на джеты на него не может вот тебя просто собьет за баратрум просто собьет поэтому ты снова увидел вот этот вот момент dota момент когда ты на кор позиции чесишь во вражескую четверку или пятерку умираешь это никогда не выгодно реально за случаем каких-то одного там на десять тысяч игр моментов всегда не выгодно ты не хочешь на кор позиции трейдировать свою жизнь на вражеского саппорта ну да причем вот это честь было абсолютно нужно знаешь они потратили от смог когда кунка воскресился они потратили его под т1 такие типа ладно пойдем заберем как-то не нужно в меньшинстве не работает а мы напоминаем дорогие друзья что работают всегда наши друзья из венлайн у которой кстати может получить приятный бонус до 2000 рублей а для этого нужно всего лишь просто зарегистрироваться под окном трансляции есть баннер на нем нажимаете проходить регистрацию получается заветный бонус вот рошана все никак командами strike не заберет 48 секунд охрона будет уже принципе с бкб ему здесь не особо что страшно за исключением наверное того же патрайдера если супер далеко унесут но мгновенного урона как такового нет вообще за это лосо быстро сбрить персона вообще ноль кунг когда-то там значит пары рапир будет тем самым героем который может тебя за язык был убить сейчас не было героя нет походу не будет поход не будет сейчас такого героя нет и про просто ждем хроны дойдем 5 евро шпиц пытаюсь навязать драку есть народ втягивается в это дело здороваемся с ним какая-то условно дровка вроде как здесь могла бы спасти ситуацию ну как кажется да фиг его знаю ну то есть очевидно что у вас пик битрайдера он никого здесь не удивил ни при чем-то неприятным просто герой ты такой большой окей стоим как стоим еще не надо делать берем хороший стабильный лайт но когда не самый приятный лейнер против которого тебя стоит в целом играбельно ну то есть то есть ты не хочешь про битрайдер вот вот с пунктой честно честно слово опа виверочек вирусом не попадает потом вичблэйт работает опа ответный выход и здесь как раз будет погибать хроносфера очередная по троим будет начинает накидывать погибает 1 но там под галер конечно толстый толстый подгальер его пробить здесь неприятно да как под кораблем могут быть проблем прожимается к б а б ну и здесь баш баш башни за рапшин от шатого демона летает бэтрайдер на уже флэймин не работает и летят бочки но услышь 4 на 4 в теории могут даже попытаться потрат здесь хотя могут могут и очень надо отходить то есть не только угря понял но вчера вы надо было отходить не знаю зачем они полезны и не понял как вы на смысле он отжал армлет но при этом его не бил так как сейчас нет вроде чё-чё-чё пробовал не знаю там может у него это остальное желание проиграл в армлет получается я просто что он уже кончился я про то что драка была довольно хорошей для и в том плане что пак выкупился разминку чувствит приятный но и было просто до фидере теперь и поэтому как воевать то есть был момент до типа 2 на 1 ты сделал его два на три и отдаешь возможно отдаешь опять же вир здесь пытается пытается все-таки здесь что-то навязать попытка номер цать забрать хорошо на 1 strike и там очередной разгон от баратрумы и здесь попытаться бэтрайдера очень быстро искупили играть они этого рошана просто не знаю до до кома доведут но и в итоге здесь попадает еще по поле обзора и пангальер который тоже умирает прожимается в бкб от бэтрайдера хумен миссел полетел но здесь бэтрайдера все равно могут с руки затыкать бкб тем более заканчивается ну и конечно же здесь бэтрайдера никуда не уходит но вообще выглядит как станция конечная да уже 26 минут как но по пусть булер пояса ей ты едем сириесы надо что-то взять чем играть в доту хотя бы что-нибудь хотя бы одного героя так ну что рошан все-таки поддается попытка над плюс один рошан выйти и причем знаешь это таегис который но тебе не то чтобы блин вот даже фраза развязывает тебе руки когда ты знаешь и так настолько уже просто по карте бегаешь флексишь она здесь вообще неуместно то есть ну окей дополнительная жизнь для войдет все не более того где-то бкб сэкономить ну да например ну в каком-то файте наконец-то ворвется первым не пока ворвется воин словит лосо и вы потрачены что здорово бибер здорово до виверочек конечно получился здесь тоже к сожалению тут блин ну вот вообще сдал весь драфт у команды или получился но мягко говоря не совсем играбельно то есть стадия лейнинга окей но слишком круто получился лейна у грим строков брат рума хорошо баран альфа война да 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 потому что оба героя заработали кучу денег опять же то есть ты не можешь потом навязать темп не можешь выводить их с треугольника не можешь вынуть их своего леса всего он попро забирает слоты и потом когда ты выходит реализует хроносферу ты не можете ничего поделать потом он уходит фармит и может ничего сделать выходит реализует хроносферу не можешь ничего сделать но это и так далее этот тип конечно не кайф вот ходит уже просто соло фрачом стараюсь знаешь вот даже вот они сколько раз пытались убить грим строк который ира из раза в раз приходил под свой т2 и себя сейвил но это прям жесть на что говорить про ход там не знаю пока про брат руку проводов которого просто будут платить всем силам все кнопки в него нажмут и не факт при этом что он умрет вот поэтому ты вот вот в такие моменты ты понимаешь блин насколько же тебе здесь на этой карте ну нечего делать пока у тебя нет пяти-шести слотов на том же кунки да да поэтому именно тоже как-то стать фармить и они видишь не хотят этим заниматься и хотят даже пытаться они просто бегают воюют и сейчас самый сок это смотрю тебя умер шедета 4 в 5 думаешь на шеде 4 секунд пойдем очень сделаем умирает пангольер 40 секунд его нет нападаем ну пока вот таки здесь еще и выживет с огромной вероятность скорее всего да и типа вот у тебя сейчас 4 5 есть частоты еще и умрет это будет полная жесть а доход на сферу него есть хроны на для на то не я думал просто сейчас побежит побежит ножичками ножичками да и доберется такого надо ну давить опять же слишком глубоко тоже наверно вас прыгнул а по прививок не ротовой готов прыгать ненужные два крона до закрываем 1 воюю со вторым черный корабль в никуда мира пытались подцепить не хватило санейка знаешь у него ощущение персональная миссия просто закидать этими ракетами так вот шар ну и белом шарда на ставишь ракет она просто убивает там столько урон то сгироваться этот мак урон без третьего спала 1 2 это вот лично лично сам так уже давно играю но вот много видел от фаты вроде как в европейском дивизионе они вот это дело пропагандировали у нас ты была не соприняна вот фиш пару раз уже появлялся я кстати тоже пробовал очень лишь рассказать мне кажется да я кстати возможно после нашего с тобой потуль первого каста только дома в студии просто рассказал про эту штуку я сразу же в этот день не попробовал насколько это ну вообще здравая идея и оказался очень даже то есть это во первых ты не супер неприятный на линии да и тебе нужно по деньгам ничего нас на самом деле ну да то есть это тут топ-дамидж команды вполне вероятности там ты быстро плачу сера 20-25 минут и может быть самым сочным по дпс потому что в каждой раке я тебе ничего не надо везде просто ездишь очень круто об очередное нападение но здесь опять же вынужден тратить патрайдер бкб их равно сфера по двоим до свидания 1 поднимает его лазить конечно же вайда но это не спасает от заветной надписи гиги все должно появиться на экранах потому что это такой абсурд происходит прямо уже но грязь лютая до потерял будет первую жизнь но как что делать дальше непонятно хороший разбег в саму под галера чтобы он не смог вкатиться дальше в итоге вот здесь пытается заесть вот там уже все под фонтан гейминг тоже живут это снова тут глубокая далекая там просто лаборатором уже просто летает на базе ему абсолютно все по барабану у него аганим у него лотар ну это же есть какая-то армированная машина нотист всю карту исколесил уже но вот у кунки да что у него армлет бкб и сильвер это к сожалению не то что тебя спасает плюс этот воин который себе с помощью таймвол когда восполняет потерянные хп это прям же есть никто там сало ничего нет да какой-то в салате были там бкб то есть вообще нет тех критических кнопок у команды или которые могли бы застать распутать какой-то мне знаю но если хрон таком там black hole к примеру нет я не знаю сайл но этого глобала то есть ну ничего такого нет чтобы для ага какая нибудь чтоб те выиграл позиционка то есть ну не знаю то есть ласт пиком реально могли что-то интереснее гораздо придумать команды и набор саппортов в принципе неплохой виража тут у тебя есть типа сейфа тебя есть наглый герой который круто ставит vision то есть до вивер это же в принципе наверно одна из лучших если на пятерку брать вообще в одна из лучших твердых точки зрения универсальности вижу так тогда развор нападение очередное попытка что-то сделать связывают у героев пока бы не пока бы ничего не помогает ничего не работает просто разрывают чип ну отсюда не уйти не уйти команде и вея попадает в пасть командами на strike и вивер туда же и пангольер сейчас отправится то что дорогие друзья на мы говорили до 40 нужно закончить команде или точнее попытаться иначе нам шансов не будет в итоге мы тут 35 ты возможно не доживем но пока глине пишут гг не будет как говорит строение все стоят фонтан дышит а самая главная задача как известно в дота 2 урань трон да непонятно как его дефт то есть у тебя каждый раз все герои что умирают безответно разнос уже на 17 отверстие и окну это при том что они играют максимально то есть не сливого нагло и какая-то другая команда вполне могла бы за это наказывать вот заблёт баратрума не пойми куда вот это все прочее запах который видим арбами реально начали фармил когда много ставка не было чувак никого 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 не слушать реально нала чего-то никого не слушать реально талант в итоге сторону на центре так и не сломали но возможно последующего рошана сейчас за сетапин в это время к я плюс яша лаборатору появляется или не отпушивают или не постоянно прошли цена у команды и видусь ну куда вот здесь тебе никуда не выйти тройка занята баратрум туда-сюда по диагонали летает тебе линии пушат вдоль и поперед ты с фонтана не выходишь ты деньги не зарабатываешь преимущество соперника растет растет себя кнопок нет но смог вылазка возможно fight последней надежды от команды и винот под райдером то полетел полетел но тукунки здесь уже минус половина здоровья чем ракета сейчас смотришь с очень его неприятно будет что вижу ты ракеты кипа поражал как весь вижу и дохак поехали то 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 хроносфера в троих опять и там же шаду демон который никого не спрячет байбэк исполнение шты но здесь уже погибает оба покупаются пока кстати не добили все стоят связанные войт просто бьет машина какая эта игры у него из него получилось просто едет следующего и еще одного и еще одного есть он любит боль да да любит боль но также любит любишь кататься любить саночки возить любишь фанецы в игре писать а это слушай фон золотых цитат я также делаю или пп ну слушай финальная к минус 7 0 как бы на что-то но нам показательны слишком показательны но мы говорили да о том что здесь сто процентов инстрайк фаворит непонятно насколько долго смогут давать сопротивление команды и но видим что не особо 34 минуты 35 не столь важно игра была закончена еще на стадии драфта как митя и сказал вот но тем не менее хотя бы какой-то интересный плейстайл на первых там минутах до 7 8 было у нас но дальше это все доминация в одну сторону будет ли это я не знаю там 2 0 или вдруг 1 1 но узнаем уже я думаю минут через 15 дорогие друзья на пока уходим на небольшой рекламную музыкальную паузу и совсем скоро к вам вернемся